мутная вода какая-то приветствую всех рыболов и неправильных на моем канале сегодня я хотел бы поговорить проводки на лето на ночного судака вот и хотел показать вам с близкого расстояния как это все происходит сначала я забрасываю спиннинг и загоняю воблер на его рабочую глубину после этого начинаю мотать катушкой с маленькими подтвичивания одной ладонью только делаю не всей рукой только одной ладони после этого делаю небольшую паузу паузу я выдерживаю до того момента когда моя я делаю типа петлю небольшую приспускаю воблер и вот когда воблер по течению уже обратно начинает натягивать шнур я начинаю обратно крутить вот такая вот ситуация смотрите вот в принципе я показал сейчас как я это делаю до катушку крутить можно не только равномерно но и иногда можно с при ускорениями небольшими и из немножко медленнее то есть чтобы не все время равномерная было равномерная проводочка вот заброс я произвожу зависимости от уровня воды если стандартный уровень воды то я бросаю воблер под 45 градусов берегу если же совсем мелко то 90 градусов может быть 85 75 берегу это в зависимости от уровня воды так как у вас мелкая и вы близко к берегу под самым берегом воблер не проведете у вас будут постоянные зацепы также хотел сказать если вот мелко сейчас жара лето то бросайте это 85 90 градусов к берегу немножко подождите пока воблер натянется по течению натянет шнур и начинаете медленную проводочку когда вы коснетесь и первые бровки спиннинг нужно немножко приподнять и дайте паузу примерно 5-6 секунд на этой бровке отдать то есть отдать воблер и вот на вот этом моменте как правило всегда идут поклевки возле бровочки на меляк желаю всем успехов попробуйте эту проводку не пожалеете по лету она рабочая я уже не раз убедился в этом ребята еще один нюанс хотела сказать перед тем если вы не бросать на воблера обязательно ослабьте фрикцион не так как на джиг ослабьте потому что будут сходы это сто процентов ослабьте потому что судаку нужно когда он хватает воблер он и его как бы в сторону выводит и вот-вот на этом моменте если затянутый сильно фрикцион он сходит на ослабленном он типа делает оттяжек так хороший судачок 5 и судачок хороший судак хороший у нас в виде какой углу давай не хочет сдаваться не хочет сдаваться о 2 какой воблер шахте ребят тихо я тебя достал воблер в шахте ребят оба есть есть ребят воблер шахте ребят в камнях тут походи короче выход в 11 а такие дела шахте вот пробила ему зябры полностью итак ребят в мире семидесятка ребятачки 70 сантиметров даже 71 так ребята 2785 780 2 780 личный судак ребят вот такой от красавчик здорово всем рыбаки валера рыбак у меня получилась такая вот спонтанная рыбалочка в общем обладил я тут хорошенько по нескольким своим точкам ноги стоптал о но в общем нормально все одно из точек начал брать мелкие что даже некоторые были меньше чем моего воблер в общем не суть я сразу же поменял место потому что большой как правило с мелким не стоит я их даже не показывал на видео я их просто отпустил и все поменял несколько точек мелкие мелкие ударчики были вот парочку мелких я поймал но я их отпустил там смысла их снимать не было ну и решил попробовать укрупнить воблер короче поставил соточку вот напишу здесь название его а здесь покажу как он выглядит это что-то там лаки крафт сотый поинтер по моему короче покажу вот и сразу же на второй проводке удар в заглот воблер короче сожрал прямо в шахту судак короче в общем я очень обрадовался конечно вот ну и после этого все затихло в общем выход был в 11 00 то есть 23 00 короче где-то поклевочки были до из 15 12 до полуночи в общем еще что хотел сказать что у нас сильно упал уровень воды при минимум там у нас есть шкала по которой мы смотрим 250 это вот среднячок всегда такой стандартный уровень воды скачет выше ниже но данный момент час ему про упал до метра шестидесяти короче и плюс у нас стоит аномальная жара под сороковник почти 38 39 короче было в общем вода теплая судак наверно ленивый а мелкий судак он вот играется бьет некоторых я зацепил но в общем не суть в общем вот такая вот рыбалочка получилась вот он судачок лежит я его забрал ребят я ему пробил жабры короче полностью он за год сожрал мой воблер короче пробил жабры сразу кровь пошла смысл его отпускать уже не было потому что он бы наверное не лыж вот ну ничего жена завтра потрудится котлеты сделать хотя вот недавно были придется еще раз покушать так что во всем привет ребята ни хвоста ни чешуи всем судак средине лета ловится надо только постараться да еще один нюанс забыл сказать ребят я бросал практически под 90 градусов к берегу короче и воблер сносил и вот нюанс такой что вот когда на сносе его начинаешь по чуть-чуть подтягивать он ударяется вот в эту чуть-чуть бровочку вы подымаете чуть-чуть спиннинг и отпускаете чуть-чуть воблер и вот на вот этом моменте обычно все удары и вот этот судак также попался короче в общем вот такой вот нюанс все всем привет